Все-таки надо дать какую-то дефиницию, чтобы мы понимали, что вот этих мы понимаем под левыми, а вот этих мы не понимаем. Собственно, само определение левого движения. Здесь необходимо, наверное, разделить прежде всего левое движение и коммунистов. То есть, у нас есть абстрактно левые люди, которые себя могут перечислить к левым силам, относятся к левому движению с каким-то трепетом, возможно, с каким-то уважением, изучают, например, теорию, но в практике не участвуют. Есть одно очень простое определение коммуниста. Это человек, который соединяет научный социализм с рабочим движением. Собственно, коммунист и левое движение в целом это те, которые стараются соединить эти две основные части определения коммуниста. И вот как раз-таки мы сегодня будем говорить об обоих этих частях, о теории и о практике левого движения. Потому, что и в частности научного социализма, и в частности практики в левом движении единства никакого нет. И, собственно, в рамках этих противоречий мы постараемся эти вопросы раскрыть. Но я все-таки заострю. Я вот некоторое время назад слышал от Андрея Рудова с канала «Вестника Буришь», что он не считает левых блогеров, которые в практической деятельности не участвуют, членами-участниками левого движения. То есть, он признает их вклад, но вот именно членами левого движения их не считает. А ты считаешь? Все зависит от конкретного блогера. Потому, что у нас есть люди, которые популяризируют теорию и тем самым дают возможность, потенциал к тому, чтобы кто-то увлекся левыми идеями и пришел в итоге в левое движение, есть те, кто помимо того, что освещают какие-либо темы, сами участвуют в образовании людей, в работе с непосредственным рабочим на местах и прочем. То есть, тут зависит скорее от конкретики. Поэтому просто так абстрактно брать левые блогеры я не совсем согласен, что это будет корректно. Но если говорить именно про большую массу, да, скорее они не являются, так скажем, коммунистами. Они являются людьми, которые могут завлечь людей и в левое движение.